Итак, сделали рентген с Барри. Что теперь дальше? Ну вот поставили там изофагет и еще есть вопросы со стражником. То есть и там, и там это все минимальное пока. Это я говорю про себя. И теперь что же дальше? И когда вот это вот я, конечно, врачи, ну ничего не делаю. Это кошмар. Они уже в этой страховой медицине забыли, что такое профилактика. Совершенно с них ничего не спрашивают. Им абсолютно плевать. Выписал таблетку и до свидания. Не о чем разговаривать. Поэтому мне пришлось просто самой перелопатить много вещей в Ютубе. Я смотрела врачей, я смотрела всех остальных, но я смотрела только тех, кто сам что-то прошел. Я смотрела тех врачей и слушала их, и слушала те, которые лечили своих родных и близких. Потому что то, что происходит у нас в поликлинике, это не дай бог. Потому что, ну совсем, неужели они так относятся к своим родным и близким? Это просто кошмар. Итак, первое, что я сделала, это убрала еду. Вот вообще коренным образом я ее поменяла. Я стала искать, я стала смотреть, что же, как же и почему же. То есть нужно было расслабить, в общем-то, сам желудок, его воспалительный процесс. Единственное, и куда я обратила внимание, это на желчные пузыри и печень. Да, в общем-то, есть у меня вопросы с желчным пузырем, но, видимо, они по конструкции, такой у меня, наверное, желчный пузырь. Я стараюсь, чтобы там не было ни камней, ничего, чтобы были протоки не забитые. Поэтому вот я как-то это все стараюсь держать и делать. Естественно, вспоминаешь старый, что такое, что произошло. Там был вопрос со стражником, это значит, что желчные протоки попадали в желудок, и дальше они воспаляли его самого. Естественно, вот этот вот момент эзофагита тоже воспалялся, когда пища заходила, вот этот вот сердечник. Ну, в общем, сам желудок воспалялся. Хотя я глотала эту штуку, и я спрашивала врача, что-то есть, он говорит, нет, ничего нету. Ничего, то есть нет ни воспалительного процесса, и ничего. То есть запрос, возможно, через стражник какой-то желчи или еще что-то. Итак, стражник, это когда еда выходит из желудка, и там идет воспалительный процесс. Естественно, она задевает, там тоже целый узел, значит, желчный пузырь, это там и 12-перстня, и этот самый, как он там называется, ну, в общем, и панкреатит. В общем, все это вызывало воспалительный процесс, поэтому нужно было просто взяться за желчные пузырь, за желчные протоки, и вот это вот все освобождать. Ну, естественно, нужно вспоминать, вспомнила Аллаху, старый наш, вспомнила все травы, которые нужны. Это кукурузные рыльцы, расторопши, куриный дуванчик, лопуха. Нужно вспоминать вот эти вот все вещи. Минеральные воды потихонечку, то есть заниматься вот этим, то есть снять этот весь воспалительный процесс. Еще хорошо, но это у меня хорошо, значит, после еды поставить грелку. То есть печень любит грелку, поджелудочная лежит, а с левой стороны она любит холод, там нужен лед. А здесь печень и все остальное, то есть она печень, когда выделяет, она дает все тепло через вот эти вот соки, она прочищает эти протоки. То есть нужно смотреть и нужно начинать именно с этого. Есть процедуры, когда три дня можно почистить эти протоки желчные и так далее. То есть нужно это вспоминать. Нужно вспомнить лечебный стол. Да. Нужно вот эти вот, нужно посмотреть упражнения. Для изофагита, там вот этого сердечника, очень хорошо не лежать после еды. Отдохнули и походить. Походить, вот, очень важно. Вот так. Ну и питание. Питание, пожалуйста, питание, извини, полностью свое питание. Потому что, вот говорят, как? Ну, ну хорошо, но уже съели, уже наелись. Ну вагон одного съели, вагон другого, на жареной картошке. Вы поели вагон этого барбекю и так далее. Уже съели целую кучу. Хватит, нужно уже взяться за свое здоровье и перестать это есть. Перестать есть жареное. Вот это в моем случае. Есть целую кучу всяких других вещей, когда можно очень хорошо питаться и вкусно, и совершенно замечательно. Пожалуйста, самое важное. Исследуйте свой организм. Он обязательно вам подскажет. Я уже отказалась от очень многих вещей, исключительно потому, что мне подсказал мой организм. И еще, прошу, пожалуйста, смотрите старую школу медицинскую. Возьмите книжки. Старые. Потому что современная медицина. Только выписали семейный врач. И пошел. Все. Совершенно никому не нужно. А кому нужны эти лекарства? Сейчас лекарства, скажем, у нас в Молдове, я боюсь покупать. Боюсь, мне страшно их покупать. Поэтому, пожалуйста, старая кухня, старая медицина, старые книжки. Смотрите врачей тех в Ютубе, которые лечат своих родных и близких. Я вам желаю быть здоровыми. МИРС. 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 МИРС.